Ну что ж, завтра будет концерт. И шутками сыплешь на полном ходу улыбки, остроты, здесь бьют через край наш старый попутчик, одесский трамвай. Людей ты прессуешь, как шпроты, которых нам Бог не послал, а сила твоих анекдотов любого сразит на повал. Хоть окна и двери разбиты, мой родненький, не унывай, в тебе же душа одессита, наш старый одесский трамвай. Когда-то ты станешь красивей, неоновым светом горя, но сущность твоя, одессита, останется навсегда. Бегущий по чудному краю, звенящий, как ласковый май, как в море меня укачает любимый одесский трамвай. Одесский трамвай – неиссякаемый источник вдохновения нескольких поколений одесских писателей-юмористов. От Ильи Ильфа до Михаила Жванецкого. Еще одна интересная страница истории нашего города. И ее раскроет перед вами Григорий Кац. Не бери, не бери, не бери это, пришел к нашему микрофону, не бери у Аллы. Здравствуйте, дорогие одесситы. Я вам расскажу немного истории одесского трамвая – самого главного вида транспорта нашего города. Перед шественником трамвая была гонка. Одесский трамвай был построен по проекту бельгийского общества Нивель. Проект электрического трамвая был утвержден Одесской городской думой в 1908 году. Тогда же и начиналось строительство. В 1910 году были пущены первые линии. Писатели, бывшие очевидцами этого события, составили живописную картинку торжественного открытия трамвайного движения. Вот как его описывал Юрий Олешин. Трамвай показался на Строгановском мосту, желто-красный, со стеклянным тамбуром впереди. Под наши крики он прошел мимо нас, с тамбуром, наполненным людьми, среди которых был какой-то высокопоставленный священник, крабивший перед собой водой. Там же был градоначальник Толмачев. За управлением стоял господин в котелке. Это был директор бельгинской компании. Первой действующей линией электрического трамвая была выставочная линия. Проходила она по следующим улицам. Греческая площадь, улица Греческая, Канадная, Сапанский переулок, Главная аллея Александровского парка И конечная лонжерон. В это же время было открыто движение по Решильевской и Преображенской линиям. На Большой вокзал по Прокоровской, в порт по Приморской, из окраинных районов А также заканчивается строительство Слободского кольца. И вскоре открывается Слободская линия. Первые трамвайные вагоны изготавливал завод бельгийской фирмы «Нивэль». Они использовались в себе депо, на всех маршрутах. Наряду с ними бельгийское общество изготовило и вагоны другой модификации, которые были направлены на загородный маршрут. В основном на линию Большого Фонтана 18-го. Сидения в этих вагонах образовали своеобразное купе на четырех человек. Иногда, когда в одесский трамвай заходил приезжий и спрашивал, как доехать до привоза, а сам сел на трамвай в обратном направлении, то сидящие вагоны одесситы ему советовали, вы же сели не в ту сторону, сядьте хоть туда лицом. В каждом вагоне был свой кондуктор. Через весь вагон был протянут канатик, который дергал кондуктор сначала в прицепке, а затем уже в моторном вагоне. Это колокольчик, служит под сигналом для отправления. Один раз отправление, два раза остановка по требованию. В 1917 году из числа запланированных бельгийским обществом в городе работает 25 линий. В годы революции и гражданской войны вагонный парк перешел в крайнее запустение. На линиях вновь появились конки и паровые трамваи. В 1934 году началась перестройка трамвайной сети на широкую колею. Кто мне ответит на вопрос, почему на фонтане трамвайные остановки, микрорайоны и даже пляжи имеют название станции? Фонтаны это мы знаем, но я не про фонтаны спрашиваю. Я спрашиваю, почему эти остановки называются не фонтанами, а именно станциями. Вот нет же такого на Преображенской? Потому что на фонтане фонтанская линия образуется от 1-й станции до 16-й. От 1-й до 16-й, но, к сожалению, приз достает, вернее, к счастью, приз достается землячеству. Внимание, правильный ответ. Потому что предшественником фонтанской линии электрического трамвая был паровой трамвай и то, что мы знаем, как 1-я, 2-я, 3-я и так далее станция на это были первоначально остановки парового трамвая. А все эти промежуточные типа проспект Гагарина, Средняя Фонтанская тоже потом появилась. Паровоз, паровоз. Да, так что приз достается Валерию. Сделайте чуть-чуть чистый микрофон, очень громко. Создавались новые маршруты. Активное развитие трамвайной сети, пронизывающей весь город, успешно шло вплоть до июня 1941 года. На позиции девушка провожала бойца, темной ночью просилася на ступеньках крыльца и показал туманами видеть мог паренек на окошке, на девичье все горел огонек. Парня встретила дружная фронтовая семья. Фронтовая семья Всюду были товарищи, Всюду были друзья, Но знакомую у лесу позабыть он не мог. Где ж ты, милая девушка, Где ж ты, мой огонек? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok